МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня состоялось заключительное 75-е заседание Нижней Тагильской Городской Думы. Какие важные решения приняли парламентарии на последнем заседании 6-го созыва? На дорогах Свердловской области появились частники с треногами, переносные комплексы фото-видеофиксации типа КРИС. Вдоль трасс устанавливают сотрудники коммерческой организации. Законно ли это, как компании наживаются на простых водителях? И можно ли оспорить штраф, выписанный с помощью частного радара? Прогулки на лошадях продолжаются. У парка Бонди на услуги катания на животных предлагают подростки. Эта площадка для прогулок городскими правилами благоустройства не санкционирована. Здравствуйте! В эфире Тагил ТВ итоговый выпуск новостей. Мои коллеги и я, Алла Кузнецова, готовы рассказать о главных событиях пятницы. Крупный град с грозой обрушился на Нижний Тагил сегодня днем. Примерно в половине четвертого начался сильный дождь, сопровождаемый крупным градом. Как сообщают горожане, град был размером с горошину. В ближайшие дни синоптики обещают также дождливую погоду. Специалисты МЧС советуют тагильчанам, отправляясь на выходные на природу, будьте внимательнее. Во время грозы не прячьтесь под деревьями и соблюдайте меры личной безопасности. Драка в центре города. Тяжелую черепно-мозговую травму в результате удара тяжелым металлическим предметом получил накануне вечером 27-летний тагильчанин во дворе дома номер 62 по проспекту Мира. Инцидент произошел в результате ссоры при распитии спиртных напитков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый 1988 года рождения задержан сотрудниками отдела полиции 18 в районе совершения преступления. Доставленный в отдел полиции, мужчина дал признательные показания в совершенном преступлении, пояснив, что причиной агрессии стало брошенное в его адрес оскорбительное слово. Сообщение в полицию поступило от бригады скорой медицинской помощи. Пострадавший госпитализирован в нейрохирургическое отделение 1-й городской больницы, где врачи борются за его жизнь. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Задержанному 29-летнему мужчине, ранее неоднократно судимому, грозит до 10 лет лишения свободы. Сегодня состоялось заключительное 75-е заседание Нижне-Тагильской городской думы. По традиции, перед уходом в отпуск депутаты оценили результаты работы мэра города и приняли ряд важных решений. О последней встрече тагильских парламентариев 6-го созыва – сюжет Сергея Трупанова. Первые вопросы на заседании Гордумы – подведение финансовых и управленческих итогов за прошедший 2016 год. В первую очередь, работа с бюджетом. Несмотря на экономические трудности, Нижнему Тагилу удалось сохранить доходы на достаточно высоком уровне. При прогнозируемых 8 миллиардах рублей к концу отчетного периода доходная часть бюджета перешагнула за 10 миллиардов. Налог на доходы физических лиц, как вы видите, по-прежнему остается основным отходным источником формирования бюджета нашего города. Его доля в объеме налоговых и неналоговых доходов составила 31%. В бюджете города поступило 1 миллиард 27 миллионов рублей. Параметры по МДФЛ перевыполнены на 11 миллионов. Изначально исполнение бюджета предполагалось бездефицитным, но разница между доходами и расходами города все же появилась. Правда, со знаком «плюс». В масштабах муниципального бюджета профицит в 104 миллиона рублей, уточняет Евгений Черемных, носит технический характер. И связан он все с тем же перевыполнением по налогам. От вопросов экономических к управленческим. Свой отчет о результатах деятельности за 2016 год озвучил глава города Сергей Носов. Помимо официальных показателей предыдущего года, глава города отметил и результаты, которые были достигнуты в результате многолетней работы. В частности, доход стали приносить ресурсоснабжающие предприятия, которые долгие годы считались дотационными – «Тагилэнерго» и «НТТС». Практически безубыточным стал «Тагильский трамвай». «Тагильский трамвай» практически работает без убыток. Его убыток складывается из того, что он вынужден возить льготников в соответствии с нашим решением, с вашим решением, которые компенсируются теми дотациями, которые мы с вами выделяем ему в бюджете. Просто то наведение порядка, которое вот так по щелчку не происходит. Это тяжелый, кропотливый труд. И эти результаты, наверное, они не попали в отчет, но в конечном итоге они позволили получить те цифры, которые здесь звучали. Затронули депутаты и тему бюджета нынешнего. Финансовым управлением была предложена очередная корректировка на увеличение. К текущему уровню планируется добавить 885 миллионов рублей, почти половина из них – собственные доходы города. Остальные деньги – целевые средства из регионального и федерального бюджетов. На что предоставлены иные межбюджетные трансферты? Это на ремонт проспекта Ленина в рамках реализации мероприятия приоритетной программы комплексного развития моногородов в сумме 13 миллионов 982 тысячи рублей. 360 миллионов рублей выделяется на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования по улицам Гипоедова, Победы, Космонавтов, Быкова, Максима, Горького. И 93,5 миллиона рублей выделяется на оказание поддержки реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. 467 миллионов, которые межбюджетные трансферты не вызвали ни у кого никаких спорных дискуссий. Первая часть 417 миллионов обсуждалась во всех комиссиях. Есть заключение всех комиссий положительное по этому поводу. Есть письмо от налоговой инспекции в подтверждении налоговых доходов. Есть письмо, исполняющее обязанности главы города. Но, несмотря на это, комиссия не приняла решение. Сомнений депутатов развеяли специалисты управления муниципального имущества. Они рассказали парламентариям, что в этом году значительно вырос спрос на объекты, входящие в план приватизации. За прошедшие 5 месяцев выручка составила около 90 миллионов рублей, что сравнимо с поступлениями за весь прошлый год. Большинством голосов корректировка была принята. Наконец, депутаты рассмотрели еще один традиционный для последнего в парламентском сезоне заседания вопрос о присвоении звания почетный гражданин города Нижний Тагил. Интриги на этот раз не случилось. Город определился с кандидатом уже давно. По инициативе главы города им стал основатель Уральского клиническо-реабилитационного центра Владислав Тетюхин. Эту кандидатуру поддержали все организации предприятий Нижнего Тагила. Напомним, торжественное награждение почетных граждан происходит в августе во время празднования Дня города. Помимо Тетюхина, награду достоятся еще пятеро почетных ветеранов, а также руководитель Нижнетагильского циркового коллектива «Аншлаг» Марина Гунина. Ее решено наградить знаком отличия за заслуги перед городом Нижний Тагил. Сергей Трупанов, Артем Небылицын, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ. За последние пять лет депутаты городской думы приняли немало важных для города решений. Хотелось ли народным избранникам, оглядываясь назад, что-то исправить, какие вынесли для себя уроки и, главное, какими видят своих последователей, Анна Кизилова расскажет. Итоговое заседание городской думы шестого созыва. За пять лет их провели 75, хотя обычно чуть больше 50, говорят депутаты. Такое количество заседаний связано с проведением неочередных, а значит, для города принимались важные решения, не терпящие отлагательства. Честно могу сказать, что, конечно же, за эти пять с лишним лет было много вопросов, было много споров, разных мнений, и это, я считаю, абсолютно нормально. Потому что хороший результат, он всегда рождается в результате обсуждения, в результате, может быть, даже споров. И правильные решения принимали мы или неправильные, наверное, это можно будет судить через 3-4 года, наверное, не раньше. Все равно, повторюсь, все те решения, которые принимались нами совместно с администрацией, они были нацелены, даже если мы ошибались, но мы хотели этого, нацелены на то, чтобы жизнь в Нижней Тагиле стала лучше, чтобы тагильчане почувствовали изменения. Александр Маслов входил в состав последних двух созывов. В пятом был депутатом, а шестой возглавлял. Признается, опыт получил колоссальный. Немало опыта и у Владимира Фурмана и Геннадия Упорова. За их плечами работа практически во всех созывах городской думы. Им есть, что вспомнить и есть о чем рассказать. Ну, все созывы, они разнородные, в принципе-то. Но, тем не менее, есть общая задача, которая объединяет, когда мы собираемся вместе на заседаниях Нижней Тагилы с городской думой. И это правильно, потому что мы делаем одно общее дело вместе с исполнительной властью города Нижнего Тагила. И делается должно это все для наших жителей города Нижнего Тагила. Новый седьмой созыв обновится процентов на 70, пророчат в аппарате Гордумы. Например, уже точно не будет без партийца Владимира Щетникова. Как там говорят, время разбрасывать камни, время собирать. Все-таки 70 лет. Хотя говорят, что покой нам только снится. Но я думаю, что все-таки безучастным делам в городе я не буду. В новом седьмом созыве народные избранники желают видеть людей различных профессий. Врачи, учителей, адвокатов, коммунальщиков, бизнесменов, промышленников. Всегда говорят, что власть должна быть, слышать людей, чтобы вот эти лозунги, которые с плакатов в городе на нас глядят, они превращались в реальность. Хотелось бы, чтобы в Новую Думу пришло депутатов, за которыми практически стоят коллективы и предприятия. Ведь мало того одного, что ты можешь хорошо говорить в Думе. Все-таки я считаю, что за каждым депутатом должны быть и какие-то внебюджетные средства. Мы думаем, что выйдут те люди, которые будут работать на благо жителей города Нижнего Тагила. Я так полагаю, потому что это отчет своего рода и задачи, когда они будут избираться. И главное, то, что обещают, чтобы оно выполнялось. Ведь главное, мы в принципе представительный орган нашего прекрасного населения города Нижнего Тагила. Поэтому должны исполнять и знать проблемы населения. Я уверен, что те люди, которые придут в седьмой созыв, они будут руководствоваться теми же самыми целями. Целями помогать Нижнему Тагилу, помогать его жителям. И я желаю депутатам седьмого созыва удачи и работать во славу и во благо Нижнего Тагила. Анна Кизилова, Артем Небылицын, Елена Самойлова. Новости Тагил-ТВ. К другим новостям. Прокуратура пригородного района Свердловской области проводит проверку по факту гибели 14-летней девочки. Напомню, в поселке Черноисточинск Горнуральского городского округа 23 июня в реке Чернушка утонул ребенок. С того момента в районе Плотины ничего не изменилось. Администрация поселка конкретных мер на вверенной территории так и не приняла. Чтобы проконтролировать безопасность жителей, отдыхающих в населенном пункте. Кроме того, в течение недели имела место быть информация в попытке обвинить в случившемся мать девочки. Кто виноват, покажет следствие. Репортаж Анны Кизиловой. Спустя неделю весь поселок до сих пор скорбит по погибшей девочке Лени Кахно. Здесь ее вспоминают только добрыми словами. Активная девочка, доброжелательная. Она, значит, у нас с 2007 года ходит в наше клубное формирование. Участница хореографического коллектива, участница вокального коллектива. Значит, коллективы с ее участием неоднократно занимали призовые места. ЧП, как сообщалось ранее, случилось 23 июня. Во время купания в реке Чернушка утонула 14-летняя девочка. Спустя неделю после трагедии ситуация не изменилась. Люди по-прежнему здесь купаются, несмотря на установленные запрещающие знаки. Кстати, это единственное напоминание о том, что купаться здесь запрещено. Администрация поселка конкретных мер на вверенной территории так и не приняла, чтобы проконтролировать безопасность жителей и отдыхающих в населенном пункте. Но местные чиновники заверяют, знаки на Авроринской плотине установлены. Там аншлаги есть, знаки заказаны, но как бы в наличии их не было, этих знаков. Нам сказали, время три недели ждать. Как бы знаки заказаны, но пока время в процессе. Но вот вы можете вот это вот сказать? Потому что сейчас мы заказали вот это. Я на микрофон ничего говорить не буду. Всю информацию как бы должен говорить глава. Главы сейчас на данный момент нет. Тем не менее, это не освобождает от ответственности. МОЗ – гидротехническое сооружение. Следить за ним, заверяют в единой диспетчерской службе, обязана территориальная администрация. С начала года в Горноуральском городском округе проведено три комиссии КЧС, четыре – противопаводковой, несколько – совещаний с ГИМС. Всем главам территории выданы предписания. Все предписания, решения, и вот на многих документах, которые у нас отражены в протоколах, да, и в решениях комиссии, конечно, все главы территориальных администраций это знают. Они получили, они делали, они расставляли аншлаги. И я надеюсь, что в Черносочевске тоже, к сожалению, не было на вот этом происшествии. Поэтому, ну, надо на месте разбираться. Разбирается пригородный отдел Следственного комитета. По факту гибели ребенка проводятся доследственные проверки. Выясняются обстоятельства и причины смерти. Говорить о результатах проверки в настоящее время преждевременно. Прокуратурой пригородного района проводится общенадзорная проверка, в ходе которой будут выясняться условия жизни и воспитания девочки, а также соблюдение ответственными должностными лицами норм содержания и эксплуатации данного гидротехнического сооружения. По результатам проверки при наличии основания будут приняты меры прокурорского реагирования. Анна Кизилова, Любовь Шевченко, Артем Небылицын, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ. Дело о нападении на детского хирурга направили в суд. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Нижнего Тагила, который сломал челюсть хирургу детской больницы. Материалы направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского СК России. Напомню, днем 20 июня обвиняемый вступил в конфликт с врачом-хирургом прямо в кабинете детской поликлиники. После того, как у медика на приеме побывала его жена с ребенком. В результате мужчина сломал челюсть врачу. Обвиняемый мужчина объясняет свои действия некорректными высказываниями врача в адрес его сына. Прогулки на лошадях продолжаются. Предприниматели по-прежнему организуют катание на животных в несанкционированных для этого местах. О соответствующих поправках в правила благоустройства мы уже говорили в эфире информационной программы. Сегодня очередной рейд провели сотрудники полиции и администрации Ленинского района. К ним присоединилась и наша съемочная группа. У входа в центральный парк по-прежнему стоят лошади. Все в нечистотах. С такими жалобами жители Нижнего Тагила обращаются и к нам в редакцию, и в рубрику «Городской контроль» на сайте города. Нерадивые предприниматели, несмотря на все запреты, продолжают катать горожан в неотведенных для этого местах. Некоторые у администрации Ленинского района уже в течение нескольких лет на особым контроле. Предприниматели у нас есть здесь Хамраева, Бумиля. Неоднократно ее наказывали, привлекали к административной ответственности. Штрафы более 500 тысяч. На данный момент они не оплачены. Все находится в службе судебных приставов. Вот и сегодня вновь незаконная предпринимательская деятельность развернулась на улице Первомайская. У входа в парк Бондина работали несколько подростков. Хозяйки лошадей, на которых за деньги катают детвору, среди них не оказалось. Во время телефонной беседы приехать к сотрудникам полиции, которые вели серьезный разговор с несовершеннолетними, она отказалась. Сейчас она не может приезжать в данный момент. Она попросила, чтобы мы начали время и оттуда ездить. Согласно правилам благоустройства обеспечения чистоты порядка на территории Нижнего Тагила, катать на лошадях в городе разрешено лишь в четырех местах. От театральной площади до 4-го и 5-го домов на проспекте строителей, в парке культуры и отдыха металлургов, за площадью танкостроителей и в районе зеленой зоны на проспекте Ленинградский. Постановление вступило в силу несколько недель назад. Почему предприниматели нарушают запрет, в то время как мэрия дает им легальную возможность для заработка, чиновникам и полицейским непонятно. Занимаются катанием на лошадях в нелегальных местах, в основном тагильчанке, которым еще даже не исполнилось 18-ти. Задерживать их у правоохранителей права нет. Именно поэтому сейчас они ждут приезда сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. Сотрудница ПДН ждать долго себя не заставила. Но и за это время несовершеннолетние бизнесвумен предприняли попытку сбежать. Полицейские их остановили. О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка девушки ничего не слышали. Почему мы решаем? Она мой начальник, она мне самым легче, я пришла. Сотрудница ПДН провела с нарушительницами профилактическую беседу, взяла их личные данные. Следующая встреча, пообещала она, будет проходить уже в другой обстановке и обязательно в присутствии родителей. Сейчас вместе с лошадками отправляемся либо домой, либо на проспект строительный 4-5, где катание разрешено. Вашим родителям я поздравляю. Вы меня поняли? Согласно постановлению, в случае нарушения правил благоустройства, лица, оказывающие услуги по катанию на животных, будут привлекаться к административной ответственности. Анна Хабарова, Михаил Крюков, Андрей Фатыхов. Новости Тарью ТВ. К другим темам. На дорогах Свердловской области появились частники с треногами. Переносные комплексы фото-видеофиксации типа КРИС вдоль трасс устанавливают сотрудники коммерческой организации. И за каждый зафиксированный случай нарушения автомобилистами ПДД они получают вознаграждение. Законно ли это, как компании наживаются на простых водителях? И можно ли оспорить штраф, выписанный с помощью частного радара, знает Антон Исаев. Водители встали на тропу войны. По всей стране растет недовольство автолюбителей камерами фиксации нарушений ПДД. Треногами. Выливается оно в социальных сетях и на специализированных форумах. У кого-то сдают нервы, и водители начинают ломать комплексы КРИС. Подобный инцидент произошел в начале июля в Свердловской области. Гражданин разбил треногу бейсбольной битой. В последнее время на дорогах области комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения стало больше. Именно передвижных. И это не заслуга госавтоинспекции. Вдоль трасс стоит оборудование, принадлежащее частной компании. Нам удалось запечатлеть момент установки КРИСа на автодороге Нижний Тагилч-Черноисточинск. Мужчина, представившийся Александром, заявил, все разрешения у него есть. И выполняет он очень важную роль. Утверждено начальником УГИ БДД, ГУ МВД России по Свердловской области полковником полиции Деминым. На этом участке дороги у нас получается аварийная ситуация одна была, количество трупов ноль было. И соответственно пострадавших шесть человек было. За счет этого мы выставляем свои приборы, чтобы меньше нарушений было. Ситуация, чтобы таких не повторялось. Ну и соответственно у нас подписи, все постовые ведомости, где также все подписано, прописано. Соответственно на каком километре мы должны находиться, также подписи всех главных у нас стоят. По словам оператора, между компанией УГМК Телеком, сотрудником которой он является, и областными властями подписан контракт. В пресс-службе компании нам предоставили соглашение. Дочерняя структура УГМК и оператор электронного правительства заключили договор на оказание услуг по предоставлению фото-видеоматериалов с информацией в области дорожного движения. Согласно документу исполнитель, частная компания самостоятельно проводит фиксацию нарушений на дорогах и передает данные региональным властям. Естественно, не даром. Каждый факт стоит 283 рубля 85 копеек. До декабря исполнитель должен передать практически 700 тысяч фактов нарушений. Общая сумма контракта – 189 миллионов рублей. Водителей смущает не сам факт наличия на дорогах частных радаров, а добропорядочность их установщиков. Если меня, еще раз говорю, или меня, или кого-то иного водителя устанавливают как правонарушителя, то есть посредством вот этих вот мобильных, так назовем, средств измерения и фиксации, то и лицо, производящее замер, оно тоже должно быть, ну то есть, скажем так, законопослушным и соблюдать все требования законодательства. И больше всего сомнений у водителей вызывает правильность установки передвижных комплексов фиксации. Систему нельзя просто так поставить рядом с дорогой. Производителям в комплексах РИС установлены следующие требования к установке. Высота датчика должна быть от 30 сантиметров до 2 метров. Для надежного отсчитывания государственных регистрационных номеров, расстояние от края проезжей части до самого комплекса должно быть не менее 3 метров. Если комплекс стоит ближе, то снимки получаются слишком крупными. Они не дают представления об общем виде транспортного средства на полосе движения. Также выяснилось, что если установить датчик под меньшим углом дороги, то зафиксированная скорость будет неверной. Например, если комплекс стоит под углом в 15 градусов, вместо положенных 25, это плюс 5 километров в час. И избежать штрафа в таком случае не получится. Однако, замеченный нами оператор комплекса уверяет, он прошел специальное обучение и знает, как нужно устанавливать КРИС. Даже документ, подтверждающий это, есть. Оператор передвижного комплекса. То есть вы проходили специальный подготовку, обучение, знаете, что и как ставить. Все знаем. Вот только на вопрос, зачем прятать комплекс за автомобилем, оператор ответить не смог. Припаркованные справа машины с открытой пассажирской дверью – одна из примет, установленного рядом КРИСа. Водители накануне насчитали 19 таких засад на дороге Нижний Тагил и Екатеринбург. Останавливаться и проверять, правильно ли установлена та или иная тренога, сможет не каждый. Но получать письма счастья не хочется никому. Юристы советуют, если вы уверены в своей правоте и вам есть чем это подтвердить, постановление со штрафом можно оспорить. Первый и самый простой – это ведомственный путь. То есть это написать жалобу в сами органы ГИБДД, соответственно, изложить там доводы. И очень часто уже этого достаточно, чтобы сами полицейские решения свои отменили. Если же этого не происходит, ну, либо можно начать сразу же с судебного пути, то есть, соответственно, обжаловать решение органов ГИБДД в суд. То есть, соответственно, тогда уже писать административный иск. Например, если вас обвиняют в превышении скорости и вы не согласны с этим, то доказательством вашей невиновности будет запись видеорегистратора, фиксировавшего вашу действительную скорость движения. Также при получении постановления необходимо детально изучить документ. Он должен содержать данные об устройстве, зафиксировавшем нарушение. А также электронную подпись оператора ГИБДД. Неважно, кто заснял, штрафы выписывает только госавтоинспекция. Если электронной подписи нет, то постановление недействительное. Его можно легко обжаловать в суде. Прецедент уже создан. Привлечение частных радаров водительским сообществом воспринимается как некий коррупционный элемент. Кто-то получает деньги за то, что снял нарушение. Поэтому многие и идут на хитрости подлоги, поскольку чем больше зафиксировано нарушений, тем больше денег получит частная компания. Но областная госавтоинспекция, отвечая на наш запрос, делает акцент на снижение числа аварий и нарушений из-за увеличения числа камер. В планах региональных властей расширение такого государственно-частного партнерства. Комплексов фото-видео фиксации будет больше. И, возможно, работа по предварительной обработке данных будет передана исполнителю в рамках заключенного контракта. То есть, частники будут не только ставить треноги и снимать, но и фактически выписывать постановление о правонарушениях. Вот только это явно подойдет масло в огонь, и водители поднимут бунт. Антон Саф, Львов Шиченко, Артем Небылицын, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ. Новости итоги дня, и мы продолжаем. Маленькому ребенку нужна помощь. Четырехмесячный Андрей Голицын страдает редким генетическим заболеванием. Синдромом Беквитовидемана. Сейчас малышу необходима операция. Делают ее только в Москве. Денег на лечение у многодетных родителей не хватает, и они просят всех неравнодушных откликнуться и помочь. Анна Кизилова встретилась с семьей Голицыных. Язычок у нас увеличенный, немножко левая, длиннее и толще. Длиннее где-то сантиметра на четыре, и толще где-то на сантиметр. Андрюша Голицын родился с врожденным генетическим отклонением, синдромом Беквитовидермана, простонаречий, макроглосия и гигантизм. Очень редко заболевание, и как мне сказали в роддоме, что это поломка гена произошла. Этот ген отвечает за рост ребенка, то есть может быть любой орган вырасти как бы большой. У нас вот в данном случае увеличенный язычок и увеличена левая часть тела. Сейчас Андрюше необходимо сделать операцию по уменьшению размеров языка, чтобы он смог нормально кушать и потом говорить. Операция бесплатная в рамках ОМС, то есть гражданам Российской Федерации, потому что это высокотехнологичная операция, и денег нам не надо. Но только единственное, что нужно на переезд в Москву, проживание мамы с ребенком, и на реабилитацию, наверное, на перелет. Стоимость палаты для сопровождающих лиц от 700 рублей до полутора тысяч в сутки. Реабилитация по плану 21 день. Денег на эти нужды и дорогу до столицы у многодетной семьи недостаточно. Живут на пособия. Анна в отпуске по уходу за ребенком. Глава семейства в вынужденном отпуске без содержания. Первая денежная помощь для семьи Голицыных уже начала поступать. В Черноисточинском храме установили специальную именную чашу. Черновляне жертвуют кто сколько может. Для семьи Голицыных важен каждый рубль. Эту чашу в храме установили недавно. Она пополняется с каждым днем, говорят здесь. Люди охотно помогают и уже мы набрали средства для перелета в саму Москву и половину срока проживания тоже. Надеемся, что время еще есть и поэтому все получится. И поддержим семью, и у Андрюши будет все хорошо. Мы родителей настраиваем на то, но они, будучи христианами, понимают, что не нужно опускать руки, не нужно унывать. И что прилагая со своей стороны все средства для того, чтобы побороть эту болезнь, и с помощью Божьей окажемся победителями. Операция – это лишь первый этап, говорит мама. Самое страшное для Анны – неизвестность. Прогнозов по дальнейшему развитию Андрюши врачи не дают. Наблюдать будут в динамике в областной больнице каждые три месяца. В шесть месяцев нам нужно будет подъехать в генетический центр, и там уже будут они смотреть. Он бывает наследственный, бывает именно, который не передается по наследству. Бывает, который какой-то там страшный, который отвечает за, я так поняла, что бывает, что онкологические случаи, в общем, такой сюрпризом, как говорится, синдром. Но я думаю, что все будет хорошо у нас. Госпитализация малыша назначена на 26 июля. Всех тагильчан, желающих помочь маленькому Андрюше, Анна Голицына просит откликнуться. Ничего, Андрюха, скоро поедем в Москву, сделаем тебе операцию, будешь у нас красавец, первый парень на деревне будешь. Анна Кизилова, Любовь Шевченко, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ. Оказание помощи пожилым людям, страдающим расстройствами психики, стало предметом обсуждения на сегодняшнем заседании Межведомственного совета по вопросам психического здоровья граждан, проживающих на территории города Нижний Тагил. Первостепенное внимание грамотности в данной сфере тех, кто находится в контакте с лицами старшего возраста. Первоначальные симптомы, когда у человека появляется сам человек, он их не видит и не ощущает на себе. Это может ощутить только человек со стороны. Если какие-то отклонения появляются, это своевременное должно быть вмешательство. Чем раньше вмешаться в процесс, скажем так, психического здоровья, тем последствия могут быть гораздо легче. В совещании приняли участие представители специализированных медицинских учреждений и общей лечебной сети социальных служб. Как было отмечено, необходима координация действий, обучение сотрудников, а также тех, кто столкнулся с отклонениями в поведении родственников. Работа в этом направлении ведется с учетом того, что с каждым годом проблема набирает остроту. Вручение премии имени заслуженных металлургов Захарова, Болотова и Рубцова прошло сегодня на ЕвразНТМК. За трудовые достижения они присуждаются работникам основных производств – доминого, столеплавильного и прокатного в канун профессионального праздника. На торжественной церемонии присутствовали и наши корреспонденты. Анатолий Захаров – первый директор Нижнетагильского металлургического комбината «Герой труда». Его именем названа премия, которая вручается доминщикам. Две другие названы в честь столевара Петра Болотова и прокатчика Николая Рубцова. Сергей Болотов – начальник смены конвертерного цеха номер один. На комбинат пришел в 1991 году. Не самое простое для предприятия время. Но иного профессионального выбора для себя не видел. Столеварами были его отец и дед Петр Григорьевич Болотов, премия имени которого сегодня была вручена внуку. Что дед, что отец для меня всегда были примером. Поэтому стремился не подводить свою фамилию, как говорится, своих родителей, деда. Стараюсь работать честно, добросовестно, выполнять те задачи, которые ставит передо мной руководство. Звание лауреатов премии с вручением нагрудных знаков сегодня получили пять работников доминого цеха, восемь конвертерного, двенадцать цехов прокатки широкополочных балок, крупносортного, колесо-бандажного и рельсобалочного. В завершение церемонии к участникам обратился управляющий директор Евраз НТМК Алексей Кушнарев. Работы много на комбинате, и будет много. Проводим большие реконструкции. Доминую печь, все знаете, все видите, как выросла она в такие короткие сроки. На очереди рельсобалка, на очереди, наверное, еще одна доминая печь. Я вот хочу, чтобы вы свои знания, вы лучшие среди лучших, чтобы передавали молодым. В канун Дня Металлурга первыми сегодня почести удостоились лауреаты молодежной премии Евраз НТМК. Череда награждений продолжится вплоть до профессионального праздника, который в этом году отмечается 16 июля. Алексей Алексеев, Павел Охотников, Елена Самойлова. Новости Тагил ТВ. Через пару минут продолжим. Впереди еще много интересного. Не переключайтесь. Единый Центр экономии ресурсов предлагает поверку водосчетчиков. Весь июль скидки. Телефон 46 00 04. Контактный зоопарк «Лесная братва». Все обитатели нашего зоопарка будут рады видеть вас у нас в гостях. Контактный зоопарк «Лесная братва». Мира 24А. Гость студии сегодня глава города Нижний Тагил Сергей Носов. Здравствуйте, Сергей Константинович. Здравствуйте. Сергей Константинович, сегодня утром состоялось последнее для нынешнего созыва депутатов Нижний Тагильской городской думы заседание, на котором был рассмотрен отчет главы города и отчет администрации за 2016 год, а также отчет об исполнении бюджета за этот же год. В отчете о деятельности администрации и лично вашей деятельности какие основные моменты вы бы отметили? Ну, основной момент с точки зрения администрации, действия администрации, это выполнение всех параметров, основных параметров бюджета 2016 года. Те контрольные цифры, которые утверждались с Думой на 2016 год, нами были выполнены. Год был, конечно, не простой, но те заделы тяжелых 2014 и 2015 годов, которые мы тогда сделали, нам позволили стабилизировать ситуацию, выполнить показатели утвержденные и войти в 2017 год уверенно. А депутаты приняли все отчеты, я так понимаю, без каких-то особых нареканий? Ну, судя по голосованию, да. А вот, как я уже отметила, это было последнее заседание нынешнего созыва городской думы. Как бы вы оценили, может быть, совместную работу исполнительной законодательной власти? Все-таки какой-то итог? Я хотел бы просто повторить, что все те изменения в городе, реализация крупных проектов и не только крупных проектов, были возможны только при взаимодействии, взаимопонимании с нашей городской думой. И здесь мы сработали, я считаю, как одна команда. И если давать оценку результатам работы, а эту оценку дает прежде всего избиратель, дают тагильчане даже, даже те, кто не ходит на выборы, но это ошибка, не ходит на выборы по каким причинам, в любом случае они дают оценку. Так вот, эта оценка, которая дается, это все-таки совместная работа всей команды и коллектива администрации вместе с коллективом нашей Нижней Тагильской думы. И в целом, ориентируясь на мнение и тагильчан, и, что очень приятно, гостей города, те, кто давно в городе не был, но при этом является тагильчанином. Это все-таки в основном положительные результаты, положительные оценки. Вот и давайте продолжим разговор о тех проектах, которые реализуются на территории города. Конечно, один из самых масштабных и актуальных на сегодняшний день – это ремонт дорог. На 200 миллионов запланировано отремонтировать 13 улиц города. Конечно, самый масштабный проект – это капитальный ремонт улицы Космонавтов и прилегающих улиц. Как сейчас там идут дела? Действительно, 13 дорог мы планируем отремонтировать текущим ремонтом, но при этом я хотел бы отметить, что 8 улиц, 4 улицы капитально отремонтировать и 4 улицы построить вновь. И при этом еще отремонтировать улицу Ленина. И в целом, вы сами можете считать, капитально или прилично мы собираемся сделать больше половины. Это, наверное, будет впервые в Нижнем Тагиле, потому что существовала практика или негласное правило Сыргловской области по одному объекту капитально отремонтировать или строить на муниципалитет. В этом году у нас будет фактически 8 таких объектов, и что делает эту программу очень сложной, очень ответственной. Но я думаю, что мы с этим справимся. Справимся. Но нам просто деваться некуда, надо будет справляться. Понятно, что погода, мы с вами видим, что погода июнь. Можно сказать, погода украла у нас время. И сегодня надо будет рассчитывать на то, что подготовительные работы были сделаны очень грамотно. И вот нормализация этих погодных условий позволяет нам сейчас двигаться вперед. В общем, двигаться вперед ускоренными темпами. Я хотел бы обратить внимание, что вот эти 8 дорог или 8 улиц, которые и вновь строятся, и капитально ремонтируются, это дороги, это улицы с полной инженерной инфраструктурой, так как полагается делать. И мы перекладываем сети или вновь строим сети, включая ливневую канализацию, которая является, наверное, одной из очень серьезных проблем города. И требует пристального отношения серьезных вливаний. И поэтому наш подход к строительству дорог, именно то, что делать их в полном соответствии с правилами, с нормами для того, чтобы инженерная инфраструктура этого сооружения, дороги, обеспечивала ее нормальную эксплуатацию в дальнейшем. И вот в этом плане, наверное, 2017 год будет рекордным за все 5 лет. За последние 5 лет, но я за остальные, наверное, говорить не буду, но этот год будет даже больше, чем по объему, чем 2013. А эти 8 дорог, о которых вы говорите, в разных районах города, да, они расположены? Ну, это небезызвестный всем космонавт, включая мост. Это серьезная, кстати, по мосту работа. Там есть ряд проблем, значит, из прошлого, которые надо будет решать, причем ответственно решать, значит, в настоящем, понимая, что это в будущем нужно устойчиво работать. Есть замечания по состоянию моста, нам придется готовить предложение для того, чтобы, как говорится, лечить эти конструкции без остановки движения. Но это космонавтов и ряд улиц, так сказать, вдоль трамвайных путей. То есть все трамвайные пути, все улицы ремонтируются не только вверх, скажем, асфальтовое покрытие, но и тротуары приводятся в порядок. И четыре новых дороги, это на Муринских прудах, это и продолжение Уральского проспекта, и улица Удовенко, и улица Смелянского, и улица Булата-Куджавы. Вы уже говорили о проспекте Ленина, когда подрядчик... Ну, проспект Ленина стоит, наверное, на особым счету. Решение о его ремонте пришло несколько позже. Сейчас идут конкурсы. Я думаю, где-то в середине июля только будет понятно, кто же все-таки, наверное, потому что еще не окончательно, во время потребуется до конца июля, значит, юридически оформлять все, будет победителем и, соответственно, приступит к улице Ленина. Контракт, в общем-то, предусматривает как бы длительное время даже, несколько лет ремонт. Но я считаю, было бы правильно, чтобы мы сделали все в этом году. Это замена бордюрного камня на гранитные, это замена асфальтового покрытия дорожной части и замена межрельцевого пути или покрытия межрельцевого по типу, как это сделано на Фрунзе. А есть ли планы по перекрытию главного проспекта города уже этим летом? Вы знаете, об этом еще не думали, но так или иначе должно быть увязано с ходом ремонта на космонавтов и с пониманием все-таки, и как будет осуществляться движение по этим нашим главным магистралям. Я понимаю, что сегодня оно затруднено, но рассчитываю на дисциплинированность, ответственность и вежливость наших водителей. Если мы будем, скажем так, помогать друг другу во время движения, ему двигаться будет легче. Еще один важный очень для города объект это парк народный. Все наблюдают, как он уже приобретает очертания, парк между двумя мостами. На официальном сайте города был объявлен сбор предложений, что бы вообще хотели там видеть тагильчане, какие зоны отдыха. И поступили очень интересные предложения, различные зоны для спокойного отдыха, даже создание какого-то сада для садоводов, где можно было пройти погулять. Вы что там видите, какие бы задумки тагильчан могли бы быть там воплощены? Ну, что касается вот такой зоны, цветущей зоны, красивой зоны, с ароматом цветущих или деревьев, или самих цветов, конечно, было бы здорово. Я знаю, что у нас специалисты, в наших садоводческих товарищах, очень серьезные. И вот, если бы нам удалось это сделать, было бы здорово. Самое главное еще это сохранять. У нас территория большая, скажем так, это от Фрунзе до космонавтов, вообще-то. Мы рассматриваем сегодняшнюю территорию как первый этап, и планируем двигаться дальше, до стадиона Высокогорец. И, ну, это уже будет, наверное, 18-е, может быть, 19-е годы. И вот спасибо за активность, значит, мы будем учитывать их обязательно. Я уже буквально на следующей неделе буду проверять реакцию наших служб на эти предложения граждан. А в парке все идет по плану, хотя действительно вот этот дождливый июль, июнь мешал нам очень серьезно по завозу грунта прежде всего. И сейчас мы будем наверстывать. Значит, планы остаются, и они вполне реальны. Также мы решаем в рамках закона, буквы закона в том числе, решаем вопрос с тем домом, частным домом, который остался на территории. Ну, так, я не знаю, как так получилось. Сохранилось там частное домовладение, мы сейчас это будем решать, с учетом, что это место является общественно полезным. Но я думаю, надеюсь, что мы тоже решим до сентября месяца. Внешний облик города складывается не только из того, как выглядят парки, скверы, центральные улицы, но и от состояния дворов тоже многое зависит. В этом году 5 дворов в Тагильске будут благоустроены, даже 6. А вот как считаете, поможет эта программа, вообще жителям надо ли ее продолжать? Вы знаете, это очень важная программа. Ее появление, значит, мы всячески лоббировали и работали с депутатами Государственной Думы, с партией «Единая Россия». Это, в общем-то, партийный проект. И я считаю все-таки в том, что эта программа появилась, причем эта программа до 2022 года, есть все-таки и часть наших заслуг. И здесь надо двигаться очень активно, потому что 2017 год – это только начало. Но очень важно нам сегодня готовиться дальше, то есть выполнять проекты вместе с управляющими компаниями, вместе с гражданами ЧИПО. Желания, идеи иногда очень интересные, мы должны учитывать, с тем, чтобы выходить уже на 2018 год и с проектами, прошедшими экспертизу не только финансовой достоверности, но и инженерной возможности и эффективности, инженерной прежде всего. И для того, чтобы мы могли приступать к реализации программы, это дополнительные объемы, уже следующие объемы не с конца июля, начала августа, а с как минимум, или как худший вариант, с конца мая. Потому что нам нужно время для того, чтобы делать хорошие объемы и делать их с надлежащим качеством. А, главное здесь, наверное, желание жителей захотеть, чтобы двор был их красивым и заявиться в программу. Ну, вы знаете, когда ко мне подходит управляющая компания, говорит, что мы подготовили проект, Сергей Константинович, вместе с жителями на 27 миллионов, это 9 дворов. Сумма, наверное, впечатляющая. Но импонирует вот эта активность граждан, вот эта заинтересованность и понимание того, что от активности, наверное, зависит успех инициативы. И еще раз, в первую очередь, это будет поддержано, потому что нужно проходить экспертизу, техническую и финансовую экспертизу проекта, для того, чтобы не откладывая уже, наверное, на 2018 году такие программы, такие проекты получили финансовую поддержку федеральную, региональную и муниципальную. А лето – это еще и пора активного ремонта учреждения социальной сферы. Мы говорим о школах, детских садах, это ремонт икровель, замена окон. Какие планы у муниципалитета вот на этот сезон? Ну, мы к дополнению, как бы стандартным планом нашли в этом году, нашли возможность в бюджете профинансировать до 100 миллионов. Значит, сегодня мне вот подтверждение, недавно просто наш спецслужб подтверждали, готовность на уровне 60 миллионов – это приведение в надлежащий порядок крыши, окна и отмостки, скажем так, это при же состоянии наших подвальных помещений, детских садах, школах, там, 13 объектов. У нас их гораздо больше, значит, и мы готовимся продолжить эту работу и очень серьезно продвинуться вперед уже в 2018 году, подготовив необходимую техническую документацию, проверив ее, значит, тем, чтобы работа была выполнена эффективно. А в этом году мы дополним, еще раз повторюсь, наверное, объем будет на уровне 60 миллионов. А не только нужно ремонтировать старые учебные учреждения, но и строить новые в Нижнем Тагиле, все это знают, и планы у муниципалитета есть. Есть информация о том, что очень значимое событие для города состоится этим летом, закладка фундамента новой школы в Гальяно-Горбуновском массиве. Действительно ли так? Ну, вы знаете, что президент объявил, значит, десятилетку детства, программы детства, поддержки детства, и здесь сюда попадут, я, насколько понимаю, вижу, и мы тоже обращались с такими предложениями, и уже ясельные группы, значит, развитие яслей и обеспечение местами детей от года до трех. Я считаю, сюда нужно заводить программу восстановления детских оздоровительных лагерей, мы на себе, на наших людях, на наших детях ощущаем нехватку этих мест, особенно летом. Но и школы, тоже неотъемлемая часть этой программы, она существует, мы заявлены в эту программу. Наша позиция не ждать, когда пройдут все бюрократические процедуры, надо начинать работать, надо начинать действовать. Мы в том числе в судах доказали правомощность таких действий, и планируем уже в сентябре приступить к началу строительства одной из школ, новых школ в городе Нижнем Тагиле. Я надеюсь, что руководство области, губернатор или временно исполняющий обязанности губернатора, кандидат губернатора Свердловской области, Евгений Владимирович Куевышев нас поддержит в этих действиях, и в этом желании, не откладывая, приступить к выполнению поручений президента. А еще одна важная тема. Продолжается поиск стратегического партнера по заключению концессии на масштабную реконструкцию систем водоснабжения водоотведения Нижнего Тагила. Мы с вами об этом уже много говорили. Какие-то промежуточные итоги работы можно подвести? Ну, вы знаете, я, наверное, все-таки рано подводить, потому что мы ожидаем в течение месяца-двух серьезного продвижения по этим вопросам, поэтому не хотелось бы говорить об этом заранее. Но мы сегодня встречаемся, и мы открыты для общения с многими крупными компаниями, причем, прежде всего, российскими, потому что таково законодательство Российской Федерации, что это должны быть российские компания, связанные с водоснабжением. Но при этом, значит, возможность иностранных инвестиций, что мы не исключаем, даже более того, это очень интересно не только для города, но и для Российской Федерации, ну и, конечно, для региона. Поэтому работа здесь продолжается в соответствии с тем, что мы обещали гражданам, с жителем нашего города. Но я хотел бы сказать, что вообще комплекс вопросов назревает, и мы выходим на их решения, связанные с теплоснабжением. На нас сегодня выходят и крупные компании, и государственные компании, и региональные компании с предложением рассмотреть возможность сотрудничества в вопросах теплоснабжения, что очень радует, еще и потому, что определенных результатов в снижении издержек работы наших теплоснабжающих организаций мы добились. Мы также продолжаем работу по решению вопросов с утилизацией отходов, всех видов отходов на территории Нижнего Тагила. Здесь также намерены сотрудничать прежде всего с правительством Российской Федерации и с региональными компаниями или федеральными компаниями. Эта работа продолжается. Возвращаясь к концессии по воде, как считаете, в год экологии все-таки состоится подписание этого соглашения и начнется работа? Знаете, я не хотел бы забегать вперед, но по той информации, которая у меня есть, значит, вопрос находится, мы сумели это сделать, вывести этот вопрос на контроль правительства Российской Федерации. Я думаю, что это позволит нам добиться успехов в решении этих проблем. А на этом на сегодня все. Спасибо вам за беседу, Сергей Константинович. Только попрощаться остается. До свидания. Всего вам доброго. Хороших выходных. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. У юниор-спутника новый наставник. Руководство местного клуба определилось с тренерским штабом, который в следующем сезоне примет участие в первенстве в высшей хоккейной лиге. Старшим тренером молодежной команды назначен воспитанник тагильского хоккея Сергей Орлов. Сергей Валерьевич родился в 1983 году. Работал помощником главного тренера Барнаульского Алтая. Помогать ему будет еще один тагильчанин Денис Смелек. Напомню, на днях наставник сменился его старшей сборной. Спутник возглавил экс-руководитель Челябинского «Челмета» Александр Рожков. Клубы «Дыма» и «Лихая езда». В воскресенье Нижний Тагил вновь примет кубок по дрифту. Спортсмены будут состязаться на парковке «Горы Долгая». В этом году чемпионат вышел за пределы Уральского федерального округа. Для участия в соревнованиях заявились пилоты из Ханты-Мансийского автономного округа и Читы Забайкальского окрая. Всего в общей сложности семь городов и шесть областей. На сегодняшний день зарегистрировано 40 участников. Это уже рекордный показатель. Для зрителей мероприятия будут организованы точки питания, розыгрыши призов от партнеров, дрифт-такси и море эмоций. Изуминкой станет выставка уникальных автомобилей от ретро до суперкаров. Открытие соревнований 2 июля в 15 часов. Такова была информационная картина дня. Следующие выпуски новостей смотрите в 23.00 и в 3 часа ночи на Тагил ТВ 24. Кроме того, новости Тагил ТВ можно увидеть и на канале ТНТ в 7.30 утра. А мне остается напомнить, если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону или пишите на сайте за темы, которые лягут в основу репортажа и дарим призы. Спасибо за внимание. Хороших вам выходных. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 12 07.